Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня журналист» Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость, полковник полиции, заместитель начальника штаба Департамента полиции Алматинской области Монажбаев Ермек Нарымбекович. Добрый вечер! Добрый вечер! И как вы уже поняли, наши уважаемые телезрители, речь сегодня пойдет о работе полиции и о том, что с ней связано. В своем недавнем послании президент Республики Казахстан Касымжимар Такаев особо остановился на правоохранительной системе, отметив, что на сегодняшний день полицейские должны использовать новые методы работы, в частности, не отставать от всего передового мира, используя передовые системы видеонаблюдения. Какие изменения, Ермек Нарымбекович, будут в этом плане? Как будет развиваться система видеонаблюдения в Алматинской области дальше и какова она на сегодняшний день? Добрый вечер, уважаемые жители Алматинской области! Как подчеркнул Антон, я являюсь заместителем начальника штаба, одновременно являюсь начальником дежурной части Департамента полиции Алматинской области. Отвечаю за своевременность принятия сообщений по каналу 102, за прием и регистрацию заявлений и сообщений, а также направление нарядов полиции по сообщениям о преступлениях и происшествиях. Поэтому, если у вас имеются вопросы по данному направлению работы полиции, то, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. В свою очередь я вас перебью и напомню телефон прямого эфира, поскольку вы вместо меня уже пригласили наших телезрителей к диалогу. Телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 872-82-40-0109, звоните и задавайте свои вопросы, потому что у вас сейчас такая вот возможность задать все интересующие вас вопросы по работе дежурной части, работе 102 и Центра оперативного управления. Итак, продолжим с вами беседу. Касательно вашего вопроса, Антон, я скажу, что на сегодняшний день для полиции приоритетным является предупреждение, право нарушения преступлений, и одним из методов достижения этой цели является расширение системы видеонаблюдения. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в Алматинской области у нас имеется 1268 камер внешнего видеонаблюдения, из них по Талдыкургану установлена 871 камера, более 300 камер установлены в городе Копчегае, и остальные камеры установлены в 8 других районах нашей области. Хотел бы подчеркнуть, что в период с 2009 по 2015 годы по области было установлено всего лишь 71 камера. В 2018 году в Талдыкургане было установлено 800 камер. Данная работа будет продолжена, и в текущем году планируется установить еще 250 камер, в частности в Харасайском районе 150, и по 50 камер в городе Текере и Панфиловском районе. То есть из года в год количество видеокамер, систем видеонаблюдения будет только увеличиваться. Что, естественно, скажется на безопасности и общественном порядке. Да, надеемся. Вот мы говорим все время о камере, камере, камере. Не могли бы вы сейчас привести какие-то яркие примеры раскрытия преступлений, правонарушений при помощи именно камер, которые работают на благо граждан в полиции? Да, конечно. Я хотел бы сегодня до жителей нашей области, до граждан нашего города привести, показать те видеосюжеты, которые были запечатлены камерами внешнего видеонаблюдения Центра оперативного управления, управления полицией города Талдыкургана. Хотелось бы сказать, что камеры помогают нам работать над предупреждением правонарушений, над фиксацией правонарушений, равна фиксацией преступных деяний, что помогает в дальнейшем в расследовании и раскрытии тех или иных преступлений. Ну, одним из частых явлений на наших дорогах является это дорожно-транспортное происшествие. Хотелось бы сказать, что участники ДТП на регулируемых перекрестках всегда хотят доказать, что именно они были правы, что именно они проехали на зеленый сигнал светофора. И вот когда подобные ДТП происходят и они фиксируются камерами, то тут наглядно видно, кто прав, а кто не прав. Ну, в данном случае водитель легковой автомашины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение. Тут вина его очевидна. Следующим примером может являться факты, когда мы с помощью видеокамер фиксируем деяния, скажем так, автоворов. Вот, пожалуйста, система видеонаблюдения в поселке Балпахпи Коксусского района запечатлела, как автовор подходит к автомашине, вскрывает двери, похищает оттуда имущество и, скажем так, вскрылся. Но благодаря этим видеозаписям ворбус установлен, и дело в отношении него было окончено производством. Следующие примеры, которые я хотел бы подчеркнуть. Ранее мне доводилось работать следователем. Расследуя то или иное дело по хулиганству, мне приходилось всегда сталкиваться с тем, что каждый участник этого деяния говорил, что именно он является тем лицом, который проходил мимо, случайно там оказался, и что он один из тех, кто только лишь разнимал дерущихся. Но вот, пожалуйста, предыдущее видео, там наглядно видно, что человек, который избивал, просмотрев данное видео, никогда не скажет, что он всего лишь был тем, кто разнимал или же случайно оказался. Вот на данном видео мы видим, как ранним утром в районе Центрального рынка двое незнакомых встретились, и в ходе потасовки один другому нанес удары. Человек пострадал, но это видео было запечатлено инспекторами видеонаблюдения. Своевременно были переданы сообщения наряду национальной гвардии, которые своевременно прибыли и задержали правонарушителя. Ну и бывают моменты, когда, скажем так, потерпевшие по уголовным делам обращаются нам с сообщениями о том, что в отношении них было совершено то или иное правонарушение, дают ориентировку. Вот в данном случае это было совершено изнасилование в городе Талдыкургане. Потерпевшая указала автомашину, номер автомашины, на которой скрылись насильники. Насильники, инспекторами видеонаблюдения данная автомашина была отслежена по Талдыкургану, информация передана нарядами, и благодаря им насильники были задержаны. Вот, пожалуйста, те примеры, когда видеокамеры помогают полиции в целом иметь доказательную базу по тем или иным расследуемым делам и ставить точки над «и», то есть устанавливать истину. То есть работать стало легче? Да, конечно. Камеры видеонаблюдения в этом плане оказывают большую помощь полиции. Ну, понятно, камеры камерами, но тут не обходится и без сообщения граждан, которые непременно звонят на телефон 102 и сообщают о том или ином правонарушении. Совсем недавно произошла такая проблема, которая чуть ли не вылилась в такой небольшой скандал, когда граждане жаловались на то, что не могут дозвониться на телефон 102, то есть не берут трубку или попадают не туда. Что было? Все-таки система такая, служба необходимая, то есть должна быть вседоступность. Да, действительно, пару месяцев назад мы столкнулись с тем, что жители нашего города стали обращаться с жалобами на работу линии 102, заявляли о том, что не могут дозвониться. Технической службой нашего департамента была проведена проверка и установлено, что обладатели телефонов китайской сборки с операционной системой Android при наборе трехзначного набора попадали на номер 112 экстренной службы. И поэтому по этой причине не могли дозвониться непосредственно в полицию. Но к настоящему времени данные неполадки устранены, и я думаю, подобных проблем больше не возникнет. Вы знаете, бывает, что еще попадают не туда. Звонишь, допустим, в одном районе и попадаешь не туда, куда ты хочешь, не в ту дежурную часть. Например, я звоню с какого-то района Алматинской области, ну, к примеру, с Кирбулагского района, а попадаю почему-то в Ескельдинский или еще в какой-то там район. Да, действительно, подобная проблема существует. В особенности она присуща районам вокруг Алматы, близ Алматы, когда, к примеру, жители Ильского района набирают 102, но почему-то попадают в дежурную часть управления полиции Толгарского района, и происходят вот подобные казусы. Но я полагаю, что все-таки данная проблема должна рассматриваться, разрешаться сотрудниками АО «Казахтелеком», а также операторами сотовой связи. Конечно, это не снимает с нас ответственности, но тем не менее подобная проблема существует, и мы пытаемся ее разрешать. Вот, исходя из этого, из предыдущего вопроса и вашего ответа, получив информацию, допустим, другое РОВД, другое территориальное подразделение, оно может передать своим коллегам из другого района, скажем, или в город Талдыкурган, или куда бы то ни было, куда адресовано, собственно говоря, обращение? Ну, естественно. Скажем так, на примере ЦОУ, управления полицией города Талдыкургана, приведу. Порой звонки на канал 102 поступают именно в Талдыкурган, невзирая на то, что тот человек, который звонит, находится, скажем так, в Алакольском районе. И наши сотрудники, вернее, сотрудники ЦОУ, управления полицией города Талдыкургана, это сообщение адресуют, к примеру, в тот же Алакольский район, в Сарканский район, и по месту нахождения звонившего лица то или иное подразделение регистрирует данное сообщение и принимает меры. Всегда ли граждане звонят на 102 с сообщением о преступлении либо правонарушении? Или просто кто-то звонит из праздного любопытства или с детской шалости? Ну, в этой части хотелось бы сказать следующее. За 9 месяцев текущего года на канал 102 Центра оперативного управления управления полицией города Талдыкургана поступило более 90 тысяч звонков. В сентябре месяце количество звонков составило 10 тысяч 400. Из этого количества по преступлениям было звонков лишь 138. То есть по уголовным правонарушениям было совершено 138 звонков. Более 4 тысяч звонков было совершено по административным правонарушениям и иным происшествиям. Оставшаяся часть, это не менее 5 тысяч звонков, были звонки по сообщениям, которые не имеют никакого отношения к работе полиции. Позвольте, я вас перебью. Дело в том, что у нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя, который звонит нам, насколько я поняла, из Карасайского района. Слушаем вас. Задавайте за вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас такой вопрос. Я проживаю в поселке Алмалабах. У нас в город Каскалин, в город Алма-Ату по главной трассе идёт. Неужели там нельзя поставить светофор? Потому что по главной трассе машина едет с упшечей, скорость не снижая. Ограничений скорости вообще нет. Я сама, старый человек, год тому назад под аварий попала по такой большой скорости, чтобы по главной дороге ехать. И на пешеходе стоит от земли метр только. Отмечается, свету нет. Вечером нельзя даже пойти. Хорошо, спасибо. Вот Алмалабах от Каскалиня. Залез, вынес Алмалабаха. Там около двух километров, что ли, или полтора. Столько шлюстей было. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Немножко, наверное, не по вашей компетенции. Нет, суть вопроса мне понятна. Она касается обеспечения дорожной безопасности. Немножко, действительно, этот вопрос не относится к моей компетенции. Но поскольку я являюсь представителем департамента полиции, то, конечно, я хотел бы записать данные звонившего лица, реквизиты, после эфира связаться с этим человеком и уже данный вопрос, данную проблему направить именно в то подразделение, которое компетентно занимается этим. Поэтому я прошу вас перезвонить еще раз и сообщить. Нет, прям я хотел бы, чтобы в ходе прямого эфира она сообщила свои реквизиты, данные, номер телефона. Как это сделать, Антон? Скорее всего, в следующий раз она перезвонит, потому что с линии сейчас уже. Так, ну продолжим нашу беседу. Говоря о сбоях, не секрет, что, ну, как говорят, и людям свойственно ломаться, но люди иной раз оказываются крепче, чем вся новомодная техника. Еще буквально недавно в Талдыкургане, в областном центре, произошел, скажем, тоже такой небольшой шум по поводу того, что водители стали получать штрафы, на которых указано, что они превышают скоростной режим, чуть ли не запредельные скорости. Вот что произошло в данном случае? Действительно ли это было так, что что-то сбой там или какая-то проблема возникла? Или действительно наши водители так ездят? Хочу сказать, что в работе полиции применяются не только те камеры, которые, скажем так, общего фона, ну, к примеру, те, которые вот недавно мы только продемонстрировали, которые могут фиксировать происходящее вокруг события, но и камеры, которые нацелены на обеспечение дорожной безопасности. Ну, в данном случае речь идет о программном комплексе «Автоураган». У нас в области имеется 26 постов, из них 16 расположены по Талдыкургану. Задача этих постов – это фиксация проходящих транспортных средств, а также фиксация допускаемых водителями правонарушения. К сожалению, весной текущего года, да, действительно, в Талдыкургане имел место такой факт, что на пяти перекрестках были, скажем так, технические неполадки, в силу чего камеры дали сбой, и это повлекло обращение граждан с жалобами на их работу. Была осуществлена проверка, было установлено, что камеры, как я уже сказал, дали сбой. То есть это не было виною наших граждан, в силу чего руководством департамента было принято решение об аннулировании всех ранее выписанных предписаний. Именно за этот период? Именно за этот период, да. Всего в управление административной полиции обратилось более 1200 человек с заявлениями о, скажем, неисправности наших систем. Более 80 гражданам было отказано в удовлетворении их просьб, поскольку они были необоснованы. А более 1100 гражданам их неходотайства были удовлетворены, и дела об адмправонарушениях в отношении этих лиц были прекращены производством. Еще один такой вопрос. Вот в начале года всеобщую суматоху и определенный страх внесла в нашу жизнь коронавирусная инфекция вместе с чрезвычайным положением, которое было объявлено. Значит, как работали стражи порядка нашей области в период ЧП? Ну, ни для кого не секрет, что режим ЧАЭС на всей территории республики, он был введен впервые в истории суверенного Казахстана. В период режима ЧАЭС на территории области были установлены блокпосты, санитарные посты, на которых сотрудники полиции круглосуточно несли службу. Я думаю, нами обретен определенный опыт, и в случае необходимости мы готовы вновь нести службу именно в этом направлении. Возникало много очень проблем, и я знаю, что был создан специальный оперативный штаб по вот именно этой ситуации. Да, в период действия режима ЧАЭС в департаменте полиции приказом начальника департамента был образован оперативный штаб. Имелось телефоны горячей линии, электронный адрес. В целом за период действия этого штаба на его телефоны поступило более полутора тысяч обращений, как физических, так и юридических лиц. В основном обращались по поводу возможности проезда тот или иной блокпост, санитарный пост. Обращались люди с другими просьбами. Что я могу сказать? Были случаи, когда, скажем так, одна женщина обратилась со следующей проблемой. Незадолго до введения режима ЧАЭС она отвезла своего ребенка в гости в один из районов близ Алматы, а с введением режима она попросту не смогла поехать к своему ребенку. Будучи малолетним, ребенок, естественно, захотел к матери. Не могла она выехать, обратилась к нам. Мы организовали, скажем так, зеленый коридор. В течение одного дня она беспрепятственно проехала в район близ Алматы и в тот же день вернулась в Талдыкурган с ребенком. Таким образом, стражи порядка доказали простую истину, что ничто человеческое не чуждо и людям в погонах. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. И у вас есть буквально одна минута для того, чтобы обратиться с какими-либо пожеланиями к нашим гражданам, к жителям Алматинской области. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, раз вы коснулись системы видеонаблюдения, раз мы нацелены на слышащее государство, раз мы нацелены на то, чтобы минимизировать количество правонарушений, то хотел бы обратиться к гражданам и попросить их воздержаться от совершения каких-либо правонарушений. В целом, я всем желаю всего наилучшего, удачи и здоровья. Спасибо вам за интересную беседу. В свою очередь, я тоже желаю нашим телезрителям здоровья, ну и всего самого хорошего. Встретимся в следующем выпуске программы «Сегодня», как всегда, в прямом эфире. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»